МРОД. Минимальный размер оплаты труда 4 611 рублей. Именно столько сегодня получают младшие воспитатели в детских садах. Нянечки. Рабочий день начинается в 7, заканчивается после 5 вечера. Не мудрено, что желающих заниматься этой работой осталось немного. В ноябре месяце у нас было 370 вакансий. Сегодня чуть-чуть меньше их стало, но вакансий становится меньше, может быть из-за того, что все-таки работники вынуждены, спасая ситуацию, брать повышенную нагрузку. Обеспеченность кадрами с высшим образованием в садах меньше 30%. Молодые педагоги из садиков бегут, все держится только на пенсионерах и энтузиастах. Весь доклад начальника управления образования длился почти полчаса. На экране цифры, схемы. Всем в зале понятна, ситуация в сфере близка к фатальной. Воспитатель может на себя взять функцию функционала уборщицы, потому что там катастрофическое положение с нашим отложивающим персоналом. Но уборщицы на себя функцию воспитателя детского сада не возьмут. Причины такого положения сферы тоже понятны. Мизерная зарплата, отсутствие всяких льгот и доплат. Профсоюзы обратились к депутатам и властям за помощью. Возобновить ряд льгот, которые были у нас в городе в свое время, и вы их утверждали, давно работает. Это бесплатное посещение детского садика теми работниками, у которых есть дети дошкольного возраста. И в принципе это небольшие суммы. Зарплатой работников детских садов обеспечивает городской бюджет. Но в условиях борьбы с дефицитом бюджета найти дополнительные деньги очень сложно. Приоритически, если будет увеличенная родительская оплата. По опросам, родители не прочь платить больше за детский сад. Тем более, что область значительно компенсирует эти траты, возвращая деньги в родительские кошельки. Но по федеральному закону брать с родителей больше нельзя. Нужно искать иные источники дохода. Еще одна проблема сферы – жилищная. По словам Николая Печнякова, те, кто работал в садах по 20 и больше лет, уже потеряли надежду получить квартиру. Что говорит о молодых? 394 человека, воспитывающие наших с вами детей, мечтают хотя бы о комнате от государства. Для молодых специалистов, которые приехали в Череповец, получили здесь образование, приехали из района, для них жилье. Вот в том формате, о котором вы говорите, это было бы решение проблемы серьезное. В формате общежития, я понимаю, что есть там сложности, есть что-то еще, но это вопрос номер один. Потому что, конечно, дороговизна съема. Когда-то здание на Первомайской-2 могло стать малосемейкой, но это осталось только в планах. Его передали сначала областному департаменту здравоохранения, потом УВД. На сегодняшний день жители этого микрорайона идентифицируют это здание с халатностью управления городским имуществом властей. Как бы то ни было, проблем в сфере слишком много. Не хватает садиков, при этом в очереди почти 5000 малышей, которых в принципе некому воспитывать в дошкольных учреждениях. Замкнутый круг. Это власти понимают, поэтому принимают решения. Я думаю, что при корректировке бюджета в мае на ваше рассмотрение будут какие-то предложения. Может быть, какие-то с вашей стороны предложения будут, мы готовы в этот период, четко, конец апреля, начало мая. Посмотрите предложения и оцените их с точки зрения реальности выполнения при всей сложности в жизни. Значит, есть надежда, что поддержка возобновится, а может и здание для общежития найдут. Тогда и цифры статистики с кадрами могут измениться.